Мы сегодня говорим о юбилее. Это возможность взять и вспомнить историю создания университета, вспомнить тех, кто его создавал, участвовал в создании. Это очень важно, потому что когда мы с вами опираемся на историю, на те решения, которые раньше принимались, изучаем их, анализируем, меньше ошибок сделаем в будущем. Но совершенно очевидно, решение, которое было принято 110 лет назад, повлияло не только на развитие нашей науки российской, не только на подготовку огромного количества специалистов, действительно повлияло на жизнь в городе и повлияло на его развитие. Понятно совершенно, что во многом тому, чтобы университет был создан в Саратове, способствовал на тот период времени наш бывший саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин. Вряд ли без его участия могло такое произойти. Действительно была большая конкуренция, несмотря на то, что Саратов был городом одним из самых многочисленных, многолюдных. Но все-таки здесь учитывалось большое количество факторов. И хорошо то, что такое решение состоялось. Об этом специально говорю особо, потому что мы должны понимать, насколько это событие сыграло свою роль для того, чтобы город потом стал интеллектуальным центром, положее межрегиональным центром и получил на годы вперед преимущество в развитии. А теперь о настоящем и будущем. Совершенно очевидно, если университет высшее учебное заведение прекратит развиваться и остановится в этом, у него уже не просто нет никаких перспектив, он будет просто не соответствовать тому, что это учебное заведение. И поэтому было крайне важно, чтобы несмотря ни на что университет продолжал свое развитие. Университет сыграл решающую роль в том, что у нас в Саратове появился и юридический, и сельскохозяйственный, и медицинский университет, и педагогический, и экономический университет. Университет классический имени Николая Гаврилович Чернышевского отдавал от себя ту частичку преимуществ, которая стала основой для развития новых высших учебных заведений. Они становились крупнейшими в стране. Со своей стороны, лишь скажу, что мы не должны останавливаться. И сегодня, собравшись здесь в эту юбилейную дату, в 110 лет с момента учреждения университета, правильно было бы об этом сказать. Нам крайне важно сейчас взять и обсудить вопросы будущего развития. Причем, исходя из того, что с одной стороны важны стены, университета много, нет то, что должно быть. Нет студенческого клуба, отдельного здания, нет того места, где можно было бы собраться и студентам, и преподавателям до сегодняшнего дня. Хотя университету 110 лет. Задумайтесь. Вот мне мой друг Марк Пенхасик говорит, ну я хочу дожить до этого. Поэтому, дорогие друзья, давайте сделаем все для того, чтобы он дожил до этого. 110 лет назад университет создавался с одним факультетом. С каким? Медицинским. 110 лет вы наблюдаете, как развивается рядом медицинский университет. Но сейчас, будучи исследовательским университетом, если посмотреть разработки университета, порядка 40% у вас разработки в смежной сфере. Кафедры химии, физики, биологии. Все это есть. Но при этом вы не можете себя реализовать, дорогие друзья. Вот предлагаю создать факультет фундаментальной медицины в Саратовском университете имени Николая Гавриевна Чернышевского и медицинских технологий, создать научный центр по этой проблематике. Если нам правильно, опираясь на существующие в университете научные кадры, возможности, наработки, сделать все от нас зависящее, более того, в этой такой серьезной сфере, это не будет прямая конкуренция с медицинским университетом. Они занимаются больше прикладными вопросами. Но фундаментальная вещь, основа в университете нашем классическом имени Чернышевского сильная, и она позволяет нам пойти по этому пути. Я надеюсь, что нас поддержит в этом министр, который здесь присутствует. Мы обсуждали этот вопрос с ректором, и если такое решение вы примете на будущий год, у нас появится новый факультет, это будет этапом развития. Будем считать аплодисменты, началом работы. Ну и, конечно, нам правильно было бы с вами по-другому посмотреть на вопросы, связанные с обеспечением необходимым студентам, в первую очередь решением бытовых вопросов. Мы вот вместе с губернатором, мэром, уже несколько раз побывали на территории Студгородка. Некоторые вопросы самые простые решили для того, чтобы организовать досуг студентам. Но явно этого недостаточно. Во-первых, те общежития, которые находятся на территории Студгородка, мы должны привести современный вид. Это значит, каждая комната должна иметь удобство. Это значит, что у нас студенты должны иметь все необходимое. Но и, конечно, для того, чтобы расширить спектр возможностей занятий спортом, правильно было бы построить ледовую арену с тем, чтобы ребята, студенты не только с университета, там проживают студенты из Академии права, и с сельскохозяйственного университета, и с технического университета, могли бы заниматься спортом во все времена года. Это первое. Второе. У нас с вами есть две законсельные площадки, которые позволяют нам построить хорошее комфортабельное общежитие, и еще один дом для молодых ученых. Вот эти планы хорошо бы нам в будущем реализовать. Если вы поддержите, то, думаю, у нас все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну так, чтобы это все не затянулось, следующая дата у нас будет круглая, вернее, не круглая, а полукруглая, это 115 лет. Вот, Алексей Николаевич, давайте 115-летию все эти задачи решим, и тогда уже будет о чем говорить. Университет окормляет, если хотите, все остальные вузы и кадрами, и знаниями развивает город. Вот в этой связи хочется пожелать руководству города, попросить руководства области, чтобы они это тоже понимали. Потому что не может университет развиваться отдельно от города, от области. И если город и область будут сопричастны к развитию университета, они таким образом будут развивать и город и область. Мы должны понимать, что для нашей области, для города, университет является ценностью. И если только такое отношение будет к университету, да, и другие вузы очень важны, но роль университета, как высшего учебного заведения, который отдает частичку себя постоянно, вот у меня преподаватель математики была ученица университета, заведующий кафедрой высшей математики, до этого преподавал в университете. Знаете, я просто, когда об этом думаем, удивляюсь. Ведь посмотрите, все самые сложные направления, которые требуют знаний в области физики, математики, это все ваши выпускники. У нас нет другой школы. Но когда мы говорим о будущем, а это программирование, робототехника, медицина будущего, биотехнология, уважаемые друзья, дорогие коллеги, это задача, которую предстоит решать вам. И в любом случае, даже если она будет специфична, и роль большая за техническим университетом, алгоритма, модели, формул, за вами. От того, насколько мы будем развиваться, ваша роль будет определяющей. И, конечно, хочется пожелать, чтобы в будущем наш университет, занимая лидирующие позиции, осознавал, что если вы двигаетесь вперед, если вы решаете задачи, то во многом вы это движение обеспечиваете и для нашего города, и для нашей области. Правильно у вас. Доброе утро. 110 лет. С одной стороны, это более чем вековой юбилей, с другой стороны, мы понимаем, что время летит очень быстро. Мы сегодня, встречаясь со студентами, сотрудниками университета, обсуждали, что удалось сделать в последние 10 лет. Университет фактически положил начало всему университетскому образованию на саратовской земле. Это решение действительно сделал город Саратов одним из крупнейших университетских центров России. Но время не стоит на месте, жизнь развивается, все течет, все изменяется. И для того, чтобы оставаться просто на месте в этом мире, нужно очень быстро двигаться. А чтобы хотя бы немного подвигаться вперед, то действовать нужно намного быстрее и намного сильнее. В университете очень хороший потенциал. Сегодня я смог увидеть лаборатории. Лаборатории, в которых ученые с мировым именем привлекают к научной деятельности молодых ребят. Ребят, которые на вопрос, а где же вы планируете работать после завершения обучения проекта, конечно же здесь. И это очень важно. Это та база, это тот фундамент, который позволит реализовать самые амбициозные, самые масштабные задачи. Студенты очень активные. Волонтерское движение. Строительные отряды. И культурные инициативы. То, что позволяет не просто формировать специалисты-профессионалы, но и позволяет получить настоящего человека, который в университете не просто освоил эту образовательную программу, а становится личностью. Личностью, который готов развивать одной регион, который готов формировать команды, который готов реализовывать разные и наукоемкие, и производственные, и культурные проекты и программы. Саратовский госуниверситет последние 10 лет достаточно динамично развивался. И это оценка не только российская. В числе 600 лучших университетов мира уже сегодня виден Саратовский университет. Мы ставим задачу, конечно, чтобы наши вузы были в числе 500 лучших. И, казалось бы, до этой ступеньки остался очень небольшой шаг. Но часто в жизни бывает, что вот этот итоговый шаг, как сказать, сам данный, у нас реализуются национальные проекты. Национальный проект наук, национальный проект образования, национальная программа цифровая экономика, и многие другие. И университет может занять центральное место в реализации этих проектов в Саратовской области точно и по всей стране. Я желаю вам успехов, поздравляю еще раз с этим юбилеем и уверен, что наши встречи будут частыми, а проекты, которые будем обсуждать, очень амбициозными и очень реализуемыми. Спасибо вам большое. С праздником!